Одним из самых значимых видов деревьев для первых переселенцев на Дальнем Востоке была местная липа. Три ее разновидности – амурская, маньчжурская и таки – являются медоносными. К слову, и сегодня в Приморском крае тысячи людей, только официально их чуть меньше 7 тысяч, являются пасечниками или работают в этой сфере. Впрочем, уже 10 лет общественность края озабочена проблемой вырубки вышеупомянутых медоносов, ведь помимо ущерба природе ощутимо страдает и таежное пчеловодство. Эти и многие другие факторы вынудили представители Всемирного фонда дикой природы совместно с учеными и пчеловодами представить публике свои весьма радикальные доводы и соображения, облаченные во вполне конкретный посыл – ввести на лесозаготовку Дальневосточной липы мораторий и немедленно. Впрочем, от заинтересованных лиц они уже не первый год получают от ворот-поворот. Лесопромышленники сейчас очень активно в средствах массовой информации, при личных беседах делают основной упор на экономическую составляющую, о том, что если мы добьемся запрета липы, экономика Приморского края, как они утверждают, минимум на 50% пойдет снизить показатели. Ну, тут хотелось бы вот более глубже разобраться и, так сказать, отбросить все вот это лукавство и пояснить. Липа занимает в своем, в полном объеме лесопромышленников в нашем Приморском крае порядка 3, ну максимум 5%. С самими объемами лесозаготовки тоже не все прозрачно. Анализ таможенных данных, проведенный фондом чуть меньше месяца назад, показал, что экспорт липы, переработанный в доски, шпон и другие пиломатериалы, значительно превысил официально регистрируемый объем ликвидной древесины, то есть учтенный органом управления лесами. По всему получается, что кто-то что-то тут скрывает. Объемы, которые сейчас заготавливаются, они в принципе не имеют особого научного обоснования. Фонд дикой природы хором с экспертами и учеными повторяет, только немедленный мораторий спасет липы. В качестве аргументов сегодня были озвучены самые глобальные заблуждения касательно лесов, липы, пчеловодства и многого другого. Самой показательной стала диаграмма, согласно которой сразу понятно, кто имеет прибыль, а кто в итоге будет расплачиваться за уничтожение целого вида. Поэтому то, что вы можете видеть на плакате за нашими спинами, это факт. Мы можем утратить один из видов липы, причем даже не знать об этом. Эта ситуация, естественно, очень сильно нас беспокоит. Это связано не только с необходимостью сохранения липы как таковой, но и с ее очень важной функцией, в том числе для развития бизнеса по производству недревесной продукции леса. Только в 2016 году фактический объем лесозаготовки липы превысил официальный на 575 тысяч кубометров, пробив антирекордное дно в 746 тысяч кубов. При такой варварской эксплуатации липы бесспорно невозможно будет говорить ни о развитии экспортного потенциала по такому уникальному в мировом масштабе продукту, как липовый мед, ни о каком-либо шансе для представителей лесного бизнеса добиться устойчивого развития в будущем. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.